...который арестован без какого-то повода и без каких-то малейших доказательств его времени. Он сейчас задержан, скорее всего, 99% что он будет арестовывать сейчас в участке в Кельсии. Это действительно ой, полезный ученый. Обвинение ему не удальствовали, раздражая его абсурдные, построенные на каком-то смесотворном документальной фирме. Это просто такая смешная вещь, на которой действительно все смеялись. Это смеялись до сих пор, пока вот человек не оказался решен. Алексей, что вы собираетесь предотвратить в этой ситуации? Что вы собираетесь делать? Главное, что нужно продемонстрировать сейчас солидарность. Каждый должен приехать и для начала просто 15 минут постоять в таким плакатом. Я, кажется, мы никаких обвинений-то не видели. Мы видели пока просто что-то странный документальный фильм и заявление Маркина о том, что за такие документальные фильмы нужно до положительного давать. Это просто смешно. Уже даже сейчас доказано, что в этом документальном фильме продемонстрировано по телевидению. Исклейки, одни и те же кадры имеют разную звуковую дорожку и так далее. Даже если предположить, что все то, о чем говорят в этом документальном фильме, на самом деле правда, это не нормальная контакта, это все равно не является преступлением для каждой чувства. Лебедев, арестован, задержан, и будет арестован. Соответственно, должны быть какие-то указания на то, что эти люди действительно готовятся к какому-то преступлению. Где эти Москвы беспорядки? В какое время? В каком городе? Если они обсуждали захват власти во Владивостоке или в Калининграде? Мои точки зрения, очевидно, обсуждаются выборы, которые должны были произойти в Владивостоке и в Калининграде. Когда московские активисты обсуждают заклад во власти в Зюхино или в районе Калининграде, очевидно, они имеют в виду, что заклад бы еще не два голосов в муниципальном собрании. Это абсолютно нормальная какая-то разговорка. В моем случае невозможно арестовывать людей или предъявлять такие мнения на основании просто какой-то точкой документального фильма.